Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Как всегда, мы продолжаем наш бизнес-канал, ежедневный двухчасовой бизнес-канал. И сегодня в эфире Сухого Остатка будем обсуждать проблемы, как всегда, наверное, проблемы, а может быть и хорошие стороны будут очевидны для нас с вами. Проблемы, связанные с медицинским обслуживанием в России. Поговорим о частной медицине, в частности, и вот тема такую, так мы обозвали. Сегодня люди голосуют кошельком за частную медицину. Прежде всего, представляю гостей сегодня в студии Сухого Остатка Александр Грот, вице-президент опоры России. Добрый день, Александр! Добрый день! И в студии Алексей Серебряный, член Совета директоров, директор по правовым и финансовым вопросам клиники Москворечья. Добрый день, Алексей! Добрый день! Уважаемые слушатели, напомню вам, телефон прямого эфира, телефон нашей студии 651099,6, код города 495. Также есть, как вы знаете прекрасно, сайт компании финам.фм. И присоединяйтесь к нашему эфиру. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну и традиционно, если позволите вам, первый вопрос от меня. Насколько вы считаете правильным дать зеленую улицу, что называется, развитие частных медицинских услуг в Российской Федерации? И как часто вы сами пользуетесь этими услугами? Вот такой вопрос вам. Ну и в качестве информационного повода, давайте я прочту результаты недавних исследований. Данные показало исследование индекс здравоохранения Российской Федерации 2013, который провели, кстати, Комитет опоры России по здравоохранению, отраслевое отделение по медицинским услугам деловой России. Так вот, за этот год, за 13-й год, услугами государственной медицины пользовался 71% абонентов, респондентов, да, а частные 39%. Ну, я так понимаю, прежде всего, эти цифры говорят о том, что частные медицинские услуги все-таки востребованы. Я правильно сформулировал, Александр, идею? Ну, в целом, да, вы абсолютно правы. Опрос проводился в ЦИОМ, это было опрошено 46 регионов, это декабрь 2013 года, то есть это не Москва, это 1600 респондентов. При этом опрос был по стандартной выборке в ЦИОМ, где 26% пенсионеры, 23% рабочие, 16% служащие без высшего образования и так далее. А, кстати, вы говорите, московских респондентов не было, это сознательно было? Нет, я сказал, что это не только Москва. Понятно, и Москва в том числе, тем не менее. Вот, и вот эти данные показали, что пациент, он голосует ногами, голосует рублем. С одной стороны, в государственных помощь можно бесплатно получить, да? Но вот люди все равно идут в частное и доплачивают. Вот, наверное, это основный момент. Это основный момент. Алексей, вам как представители, собственно, частной медицины, люди идут в частную клинику и доплачивают. Собственно, что они таким образом, что они пытаются для себя получить? Они не очень удовлетворены качеством услуг государственной, бесплатной медицины, да? Или, может быть, действительно им чего-то не хватает, и вот они пытаются найти это в частной клинике? Вы знаете, первое, я хотел поправить Александра, и, надеюсь, он меня не обидит. Пока пациенты, он сказал, что пациенты доплачивают. На самом деле пациенты оплачивают. Небольшая разница, но достаточно существенная для кошелька. А наоборот, может быть, у нас будет время, и мы поговорим о том, что в будущем, может быть, пациенты смогут доплачивать к полюсе обязательного медицинского страхования, но это сейчас, это будущее. Почему пациенты идут в частные клиники? Они чаще всего недовольны уровнем медицинских услуг и уровень медицинского сервиса, который связан с нахождением или в поликлинике, или в больнице, которые, ну вот, их уже не удовлетворяет. То есть люди находятся на том уровне своего развития, они уже, когда они хотят к себе внимательного и четкого отношения. Они хотят один раз заплатить в кассу деньги, и чтобы с них больше медицинский персонал любого уровня, деньги не тянул, да, не вымогал деньги. Как это делается, да? Я так понимаю, что так происходит в государственной клинике. Ну, там, где бесплатные услуги. Как показывают опросы общественного мнения, опять-таки, вот, допустим, в прошлом году РБК делал большой опрос очередной, там, и, кстати говоря, опрос, который вот опоры России проводила, там тоже говорится о том, что люди так или иначе, но они в государственных медицинских учреждениях что-то платят медицинскому персоналу. Ну, я перебью. То есть, по сути, получается у нас и в государственной, и в негосударственной все равно платная медицина. Ну, вот я перебью данные, вот есть такая данная, что, с одной стороны, население платит благодарность нелегально. В среднем 2643 рубля в месяц единоразовая благодарность населения. Это может быть подарок, это может быть на эту сумму деньги. Но, опять же, говорю, вопросы там серых платежей, он есть и в ведомственных, и в негосударственных клиниках. То есть, этот вопрос, он в целом всего общества. Тут нельзя говорить, что где-то хуже, где-то лучше. Ну, вот это есть, к сожалению. И вот бороться надо в комплексе с этим. Конечно, конечно. Но, конечно, в частных клиниках, в частных больницах вопрос вот с этими нелегальными платежами, он стоит более под контролем администрации, и, конечно, он там сведен к минимуму. И чаще всего, наверное, его там нет. Если пациент уже выражает благодарность, то это цветы или какие-то подарки. И его никто не принуждает к этому, во-первых, и никто не вымогает у него денег. То есть, в этом случае это действительно подарок, да? Да. Да, благодарность. А случай, который мы... Вы знаете, я могу сказать, что на примере, вот, допустим, нашей клиники, я должен сказать, что после кризиса 2008 года подарки резко снизились, на самом деле. Да, вот как ни странно. Согласен. Я немножко, да, другими вещами занимаюсь, но тоже эту динамику проследил. Да, все-таки кризис ударил больно. Еще один важный момент. О качестве услуг мы говорим. Все-таки, да, это вопрос, наверное, ключевой. Всегда ли платная услуга качественнее и бесплатной? Александр. Ну, наверное, однозначно нельзя сказать. Все зависит от того, кто оказывает, что оказывает, как оказывает. Безусловно, в целом, я считаю, что уровень медицины довольно качественной, и в нашей стране тоже. Вот, но, скажем так, какие-то вещи более качественные оказываются, ведомственные, государственные, какие-то в частных оказываются. Наверное, говорить о качестве сложно, что где-то вот прям более качественно. Вопрос более сервисно. Наверное, да, можно об этом говорить. Что, скажем так, сервис, наверное, более в частных организациях. То есть под сервисом мы сейчас понимаем, да, не качество оказываемой услуги конкретно, да, а именно отношение к пациенту. Слово качество очень такое сложное. Ну, понятно. Особенно в отношении медицины. Это может быть и медицина, это может быть и сервис, может быть что-то еще. Тут надо, наверное, говорить о том, куда идет пациент, где ему более комфортно, да, где вот мы с вами куда пойдем. Вопрос в том, что довольно мало открытой информации, довольно, как бы, нет объективных рейтингов, нет объективной статистики по медорганизации, там, какая там статистика по результатам лечения, там, по смертности, да, там, статистика. Вот пациент, как, вслепую немножко ориентируется, ориентируется по рекомендации родственников, по записям в сети интернет, интернет, в блогах. Наверное, это не совсем правильно, да. То есть должна быть, как бы, некая система объективной информации, где более качественно, где лучше результаты, да. Ну, там, соответственно, может быть дороже, там, да, или там дольше в очередь. Это уже выбор пациента. Вот если мы эту систему создадим, в понятных условиях для пациента, понятных, там, рейтингов, оценок, тогда, как бы, вот, выбор человека будет, ну, более осмысленным. Вот. И вот я тоже еще хочу привести данные, что, вот, по данным вот этого вопроса в ЦОМ, 60% опрашиваемых остались недовольны качеством занятий медуслуг в госучреждениях. вот, 22% абсолютно недовольны, вот, и лишь 6% довольны. В то время как в частных эти же проценты, там, да, 30% недовольны, все равно есть недовольны, безусловно. Абсолютно недовольны 5%, вот. То есть, вот, не государственные организации, вот, с точки зрения пациента по качеству, вот здесь вот выигрывают. За счет чего? Сложный вопрос, да. Вряд ли пациент видит прям, может объективно тениться качество, когда они медицинские им на услуге, да. Все-таки это немножко такая заканчивая область. Специфическая, естественно. А скорее всего... Там надо сравнить, да, обязательно. Сюда я пришел, ну, извините, перебью. Пришел в государственную, ну, самый яркий пример, да, стоматологическую какую-нибудь клинику. Мне делали, да, удаление зуба или там лечили зуб. И вот здесь я почувствовал на себе, а там я этого не почувствовал. Хотя, мне кажется, сейчас настолько технологии, да, уже шагнули далеко вперед, что уровень вот именно самой услуги с медицинской точки зрения, он примерно будет одинаковый. И тогда мы говорим вот об отношении, из чего складывается. За что платит пациент в частной клинике, Алексей? Вы знаете, я, во-первых, должен согласиться с Александром, что понятие качества — это очень собирательное понятие. Безусловно, в первую очередь, поскольку люди идут лечиться, то им важен профессиональный уровень врача и медицинского персонала. Извините, пожалуйста, а как мне, как пациенту, узнать о профессионализме врача? Действительно должны быть какие-то рейтинги, да, я должен прочесть... Вы знаете, очень сложно на самом деле. Вот если откровенно говорить, я бы рекомендовал даже не в интернете смотреть, потому что до интернета доходят и пишут свои отзывы, чаще всего люди, или которые озлоблены, которым что-то не понравилось. Безусловно, такие есть во всех отраслях. С психологической точки зрения, скорее всего, напишет тот, кому что-то не понравилось, чем тот, который всем удовлетворил. А вот рекомендации ваших знакомых, ваших друзей, родственников, они, безусловно, вот я бы, например, выбирал врача, если такая необходимость возникнет именно таким образом. По рекомендации? По рекомендации. Потому что люди, во-первых, они уже лечились у этого доктора, лечились в этой клинике или больнице. То есть они были внутри процесса и получили результат, который их удовлетворил. Возвращаясь вот к профессиональному уровню, я должен сказать, что, понимаете, врачи, они заканчивают одно и то же, одни и те же медицинские вузы. Их не так много, если говорить о России. Их не так много, совершенно верно. И, допустим, кто-то докторскую или кандидатскую диссертацию защитил, кто-то не защитил. Это показатель профессионализма? Вы знаете, это не всегда показатель профессионализма. Потому что даже в нашей клинике у нас есть два доктора, ведущих гинеколога. Один по своему характеру, по своей натуре. Он любит выступать на конференциях, участвовать и так далее. И есть другой, который... Он так не любит. Я не знаю, как это от человека зависит. Безусловно. Но знаете, их профессиональный уровень абсолютно одинаков. У одного он только защитил кандидатскую диссертацию, на этом остановился. А другой, который выступает, он защитил еще и докторскую. Но, откровенно говоря, одинаковый профессиональный уровень. Поэтому вот такие вещи, они не всегда могут сказать... То есть они о чем-то говорят, но не до конца. Поэтому надо собирать информацию из разных источников, с разных сторон, и тогда смотреть. За что платят? Да, совершенно верно. Безусловно, пациенты хотят получить качественное лечение. Это первое. Безусловно, они хотят получить уважительное к себе отношение. И присутствует наверняка такой фактор, знаете, как вот... Пусть меня слушатели, так сказать, простят, но вот некоторые люди не могут ходить в магазин определенной ценовой категории. Они ходят в более дорогой. Для них это... Показатель статусности. Показатель статусности. Вот есть пациенты, которые... Ну, для которых это тоже показатель статусности. Они по разным причинам не могут находиться в городской больнице. Хотя, должен сказать, что иногда вот у нас операции проводят хирурги из городских больниц. Иногда с такими пациентами, да. Потому что он говорит, слушай, ну я не могу у тебя в больнице лежать. А, кстати, нормальная практика, что врач, который, ну, условно говоря, изначально работает в государственной поликлинике, или, да, в государственной... Мне, точнее, еще и подрабатывает или, может быть, там, посовместительность, как это правильно называется, я не знаю, в поликлинике частной. Ну, знаете, я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, что у вас вот в любой организации должен быть костяк, основа, которая работает постоянно и которая формирует уровень, ну, в данном случае, клиники. И ценности. А? И ценности. И ценности, да, безусловно. Да, безусловно. Ценности с точки зрения ценника? Нет, ценности с точки зрения профессии, корпоративной культуры, отношения к пациенту. Потому что, если у вас будут вот совместители, их будет слишком много, то тогда, конечно, у вас это все будет размываться. Хорошо. Александр, можно ли говорить, что государственная, ну, бесплатная, давайте так называем, да, бесплатная медицина и частная платная медицина это конфликтные какие-то позиции две? В борьбе за пациента, например, да? Спасибо, да, за такой вопрос. Конечно, в медицине конфликты, если врачи между собой конфликтуют, то о каком лечении это может быть речь, да? Вот я продолжу ту тему, которую Алексей Евгеньевич поднял. Все-таки, мне кажется, пациент выбирает там, где ему комфортно, с точки зрения понятности. Да, вот если я прихожу в поликлинику, в, допустим, в государство, да, я понимаю, что мне должны оказать помощь. Но я зачастую, даже будучи специалистом, не понимаю, это объем помощи, да? Он где-то должен быть вывешен. Но я так сходу его не вижу. Где, сколько? Врач мне объясняет, что да, сейчас все окажем, все бесплатно, понимаю, что я что-то в этом понимаю. Вот. Но дальше, когда каким-то серьезным процедурам, не дай бог, что-то случается, ну, какое-то есть ожидание, какие-то квоты надо согласовывать, там, очередь с записью, да, там, и меня фактически побуждают там искать какие-то неформальные способы, да? То есть вот, если бы в госорганизации была максимально прозрачная, понятная информация, если государство мне говорит, что оно оплачивает вот за это, за это, и за это, и за это, и все. Ну, и это четко бы выполнялось, наверное бы, да все бы ходили в государство, по-хорошему, ну, кроме каких-то вот статусных пациентов, которые вот так считают, да, вот, но, к сожалению, вот пациент сейчас выбирает не государственные клиники, да, потому что вот то ли государство денег не хватает, да, то есть, то ли там неэффективно это использует, когда идут споры, да, о степени эффективности здравоохранения, а здесь можно даже привести такой пример, что, например, пациент по пользу добровольной медицинской страхования, сейчас платит, ну, если физлицо, то там до сотни тысяч рублей в год, программа прикрепления к поликлинике, если это корпоративный клиент, то это, наверное, десятки тысяч рублей, это может быть 10-15 тысяч рублей, может быть 20, для крупных корпоративных клиентов, да, там может быть несколько тысяч человек, вот, то есть, это где-то может быть 10-12-15 тысяч рублей, а при этом у нас на одного человека в год, например, в Москве, да, суммы вполне сравнимые выделяются, да, то есть, это тоже, там, 20 тысяч рублей, 25-30 тысяч рублей, на каждого жителя, независимо того, обращается он не обращается, да, при этом, как бы, по ДМС, оказывается практически вся помощь, которую только пациент пожелает, ну, в рамках программы, понятно, да, вот, ну, а по МС, вот мы сталкиваемся с очередями, сталкиваемся там, с ограничениями, это говорит об эффективности системы, совершенно верно, и вот, мне кажется, система стала эффективна, чтобы пациент именно имел право выбора, да, чтобы, как бы, была конкуренция за пациента, не между врачами, а за пациента, безусловно, вы окажете ему помощь максимально, как бы, от всей души, да, и пациент ваш, ну, представитель государственной медицины, не заинтересован, ну, как минимум, у него прямой мотивации на это нет. Вы знаете, да, здесь вот надо уточнить, вот этот момент, связанный с заинтересованностью, на самом деле, зарабатывает и государство, это тоже учреждение на пациенте, другое дело, что по полюсу ОМС, мы все, как крепостные крестьяне, приписаны к какому-то медицинскому учреждению. Ну, подождите, но есть же возможность выбора, сейчас организации. Есть возможность раз в год, Александр Залютов. Раз в год, по закону об ОМС, раз в год. Вы мне поподробнее расскажите, что это за возможность, раз в год что? Значит, по закону об обязательном медицинском страховании, пациент раз в год может пойти, написать заявление в то медицинское учреждение, к которому он прикреплен, о том, что он от него открепляется, и пойти написать еще одно заявление в другое, куда он хочет прикрепиться. Это по месту регистрации, как связано с местом регистрации? Нет, это не связано с местом регистрации, но там вы, но в том, Вам еще могут отказать, потому что скажут, что, извините, мы переполнены. Поэтому вроде бы вы можете... — Вы говорите о практике. По закону-то не имеют права отказать. — Могут, могут. Это в законе написано, что могут отказать. Да, это в законе об обязательном медицинском страховании. То есть получается, что, с одной стороны, ну, вроде бы внешне вы можете пойти с полюса ММС, вот открепиться и прикрепиться куда хотите, практически нет. — Насколько я знаю, в статистике по вот откреплению и прикреплению такой нет статистики. Ну, видимо, людей таких нет. Или этот процент там незаметен в общей массе. — Ну, или мы ее не знаем, например. — Да. Насколько вы видите, вот в частном здравоохранении, там, безусловно, что потопал, то и полопал. Потому что если ты будешь хамить пациента, то он развернется и уйдет. — Да. А в государственном, ну, хами, не хами, а куда он денется? — Вот и все. — Мне кажется, очень во многих организациях, в большинстве государственных, там, в общем, все очень так хорошо. — Не, ну, хорошо. — Не, ну, мы берем, конечно, крайние варианты. Но, опять-таки, вот чем мотивирован конкретный сотрудник той или иной государственной организации? Вот, ну, мы, там, о хамстве, да, сейчас не будем слишком много говорить. Но, тем не менее, действительно, если что-то мне не понравилось, несмотря на то, что он бесплатная, да, услуга, я разворачиваюсь и иду к частнику. Все. И, я так понимаю, что врач, да, который некорректно повел меня со мной, да, с ним будут разбираться, да, с ним будут разбираться, но он, в принципе, как бы, полопать всегда найдет, что. — Не, ну, наверное, есть какая-то система штрафов, мотивации. — Нет, это и есть, безусловно, конечно. — Ну, потому что, извините, вы потеряли клиента, вы потеряли деньги, и вы потеряли их по собственной безаларберности, глупости и безответственности. — Хорошо. Возвращаемся опять к теме частной медицины. Есть ли, Александр, вам вопрос, есть ли какие-то административные барьеры, и если они есть, то в какой причине, собственно, государство ставит эти барьеры перед развитием частной медицины, частных услуг? — Знаете, когда несколько лет назад был принят закон ОМС, там было все написано, ну, что называется, по уму, но он был немножко такой рамочный, то есть какие-то вещи там предполагалось, что будут потом расшифровываться. — Там равенство, как бы участие в обязательном медицинском страховании всех организаций, независимо от формы собственной. — Вот. Но мы понимали, когда до этого были только государственные, а потом сказали, что все равны, но какой-то переходный период. Вот этот переходный период идет этапно. — Идет сейчас, до сих пор. — Может, 2-3 года, да. И, конечно, количество негосударственных организаций увеличивается, то есть, понятно, их там было единицы, сейчас их это, наверное, уже по всей России больше тысячи, надо посмотреть, что в этом году, я данных еще не видел. — Вот. Но, к сожалению, пока некоторые вопросы не решены. Как, например, решения по утверждению тарифов принимаются, ну, так называемой тарифной комиссией каждого региона. — А, соответственно, вот я знаю только один регион, Санкт-Петербург, где присутствует представитель ассоциации негосударственных клиник в такой комиссии. Соответственно, частные клиники лишены информации, какие тарифы, как они устанавливаются, какие принципы формирования. Ну, принципы, они все прописаны, но как это происходит на практике, да. Соответственно, очень тяжело, вписывая систему, как бы, ну, фактически играя в футбол с закрытыми глазами. Все игроки играют с открытыми, а я вот с завязанными. Ну, как можно говорить? При этом говорится о том, что необходимо президенту говорить, что развивать частную медицину на госсовете. И Владимир Владимирович Путин сказал об этом. Говорится о том, что необходимо привлекать инвестиции, что это может быть неким, одним из важных стратегических инвестиционных направлений для России, для развития экономики. — Частной медицины. — То, что вот в обалы внутренний продукт у нас вот растет мало в последнее время, да, вот это могло быть тем, как бы, паровозом еще одним, да, помимо дорог, там, да, что, может быть, даст всем и работу, и рост экономики, и повышение уровня жизни. Вот. Поэтому... — Ну, то есть, да, я понимаю, да, не совсем, да, сейчас все происходит так, не совсем, как мы хотели бы, но это единственная проблема, вот то, что, вы говорите, непрозрачно формируются эти самые тарифы. — Вы знаете, вот активно сотрудничая с Министерством здравоохранения, с фондом обязательного лицензии на страхование, на следующий год утверждены новые принципы вот этих работ в теме ОМС. Соответственно, они только заработали, вот сейчас февраль, ну, месяц по ним только работаем. Говорить о каких-то выводах, насколько они успешны. Но они по, ну, в реальности, могу сказать, очень прогрессивны, даже иногда революционны. То есть, там очень многое, что мы обсуждали в рабочих группах, реализуется. Планово, спокойно реализуется. Поэтому за это, конечно, поклоны и Минздраву, и Фондом обязательного страхования. Большая работа делается очень. И, как бы, вот общественные организации активно участвуют, их слышат. Ну, вот какие-то... — Процесс идет. — Процесс идет, да. То есть, нельзя сказать, что вот прям вот... — Все стоит на месте. — Алексей, да, свет есть? — Можно я добавлю здесь несколько штрихов? — Вопрос заключается в том, что за полисом обязательного медицинского страхования идут очень большие деньги. И внутри государства возникает конфликт интересов. Потому что государство, оно, вот если говорить про здравоохранение, оно не, как бы, выполняет сразу несколько функций. Во-первых, это государственный регулятор. Во-вторых, это государство, это владелец крупнейшей сети медицинских учреждений в стране. И можно, и нужно говорить, что он монополист на этом рынке. И, в-третьих, государство выступает как заказчик медицинской услуги, да, через фонды обязательного медицинского страхования. Получается, что когда государство в роли заказчика, если оно выступает, ему по большому... — Оно же платильщик. — Оно же платильщик, да, через фонды, да? То есть, когда государство заказчик, ему по большому счету все равно, кто выполнит эту умение, кто вылечит человека. Главное, чтобы ему вылечили за те деньги, за которые государство готово заплатить. Но государство, как владелец крупнейшей сети, как монополист на этом рынке, он начинает думать, погоди минуточку. Вот я деньги из одного кармана должен переложить в другой, а тут вместо другого кармана я отдаю соседу. — В частный, вы имеете? — В частный, ну как же так, а как же я своих-то буду финансировать? — Понимаете, вот возникает этот конфликт внутри государства. Его преодолеть, Александр говорит, да, потихонечку, медленно, но он системный, этот конфликт. Вот в чем дело. Это первое. Первое и, на самом деле, очень главное. Вопрос второй, он связан с тем, что государство, как, опять-таки, владелец крупнейшей сети, финансирует эту сеть, свои медицинские учреждения, не только через полис ОМС, то есть за оказанные медицинские услуги, но и так называемое сметное финансирование. То есть ежемесячно переводятся деньги в медицинское учреждение. — Алексей, я вас вынужден прервать, мы сейчас прервемся все вместе, да, на пару минут, послушаем рекламу на Финам.ФМ и потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем российское здравоохранение. Люди голосуют кошельком за частную медицину. Вот такова тема эфира. Я напомню, сегодня в студии Александр Грот, вице-президент опоры России, и Алексей Серебряный, член Совета директоров, директор по правовым и финансовым вопросам клиники Москворечья. И еще раз, телефон прямого эфира, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании Финам.ФМ. Задавайте свои вопросы, ну и если найдете время и возможность, ответьте на мой вопрос, первый, который звучал в начале нашего эфира. Пользуетесь ли вы услугами частной медицины и по какой причине, собственно. Но вам это хочется делать. Продолжим. Продолжим. Так вот, у нас получается, что государство, как владелец, ежемесячно финансирует по смете свои предприятия, свои медицинские учреждения. При этом тарифы обязательного медицинского страхования достаточно низкие. Собственно, это и причина того, что по смете государство финансирует свое учреждение. Дополнительно. Частных оно не платит. Да, да, совершенно верно. Если участник участвует, то это только... Да. То есть у нас получается, что когда частные клиники принимают пациентов по обязательному медицинскому страхованию, они не получают возмещение всех своих затрат. Потому что тариф низкий. Значит, какой выход из этого положения? С нашей точки зрения, пациент должен с полисом обязательного медицинского страхования иметь возможность свободно перемещаться между всеми медицинскими организациями. Так. Вне зависимости от формы собственности. Это первое. И второе. Если он приходит в государственное медицинское учреждение уже, да, то там ему должны оказать услуги ОМС бесплатно, то есть вот в размере тарифа, как государство готово платить. Если же он по какой-то причине идет в частную, а там ему говорят, вы знаете, государство на это выделяет 100 рублей, а у нас это стоит, допустим, 110 или 120. Человек думает, ага, значит, у меня есть эти 10 рублей или 20, я их готов заплатить. Значит, он их тогда доплачивает сверх тарифа ОМС. Сверх 100 рублей, которые платит государство. Это так называемый платеж. То, что вот среди специалистов, которые обсуждают эту тему, это называется соплатежом. Что тогда получится? Тогда мы увидим, что у нас на рынке медицинских услуг в стране появятся реальные конкуренции, потому что государство, как заказчик медицинской услуги, увидит, а куда же люди реально ходят лечиться. Потому что те, которые не готовы, у них нет денег, или они считают, что эти 10 или 20 рублей не стоят того, да, они пойдут в государственную больницу или поликлинику и будут получать медицинские услуги там. Но при этом возникнет еще очень интересный момент. Государство, как владелец медицинских учреждений, увидит, а в какой из этих его же медицинских учреждений ходит пациент лечиться. Потому что, ну, представьте, в Москве у вас плотность медицинских учреждений достаточно большая. И вы, как пациент, можете пойти туда, куда вы приписаны, допустим, или на соседнюю улицу. И вот тут вы... Сейчас вы этого не можете сделать, да, в свободном режиме. А если вы это сможете делать, то тогда государство, как владелец, увидит, что, слушайте, а вот сюда не ходят в первую. Насколько эффективен бизнес, да? Да, а насколько эффективен. Соответственно, у него уже уменьшатся затраты по ежемесячному содержанию своих учреждений. Не те, которые по ОМС деньги идут, а те, которые идут по смете ежемесячно. А это все деньги налогоплательщики. А это все совершенно верно. Все то, что выделяется на здравоохранение. За что боремся. Да, и через некоторое время, года через три, наверное, государство, как владелец, увидя статистику, куда ходят лечиться люди, начнет, во-первых, оптимизировать свои медицинские учреждения, но не так, как сейчас сверху. Потому что врачи это воспринимают как волонтаристским путем. И пациенты это воспринимают как волонтаристским путем. Они не понимают, из-за чего это происходит. А снизу процесс пойдет. Потому что тогда государство, как владелец, будет говорить, ребят, главному врачу я имею в виду свои... Да-да, вот мне хотелось в персонале. Государство разговаривает с медициной. Это очень абстрактно. Вот кто от лица государства? Это кто? Чиновник Минздрава, например? В Москве, наверное, это есть департамент здравоохранения, который... Соответственно? ...который, так сказать, управляет... Нет, оно, во-первых, управляет государственными медицинскими учреждениями, которые принадлежат Москве, да, и финансируются из Москвы, ну, и одновременно выполняют функцию управления всего, и всех других тоже. То есть вот этот диалог между неким чиновником из департамента московского и главным врачом какой-то, да? Да, да. Он будет ему говорить, что, смотри, к тебе... Вот ты заполнен, у тебя там из трех этажей условно, заполнен только два. Значит, мы тебе... Давай, во-первых, ты персонал сократи, потому что он тебе не нужен в таком количестве. И мы тебе сокращаем вот это ежемесячное финансирование. А может быть и наоборот. А может быть кто-то, да, ну, надо разбираться. Конечно, конечно. Надо, безусловно, здесь надо разбираться. А к кому-то, наоборот, стали больше ходить. И тогда он молодец. Да. Тогда он молодец. Тут же еще проблема с чем? Что, например, в Москве кто-то живет по прописке, кто-то не живет по прописке, да? А финансирование идет, извините, по прописке. Потому что реальные данные никто не собирал, их толком нету. А значит, если в центре поликлиника, там прописано кучу людей, а в реальности там, может быть, и никого не жить. Но деньги-то выделяются на это. А вот мы считали, что больше миллиона человек в реальности живут за рубежом из российских граждан. Да, Алексей, это говорит? Да даже, вы знаете, я вспоминаю... Просто это Сергей Степашенко, когда он был еще руководителем счетной палаты, говорил, что из страны уехало порядка миллиона двухсот, двухсот пятидесяти тысяч человек и постоянно живут за границей, не потеряв российского гражданства. А что это значит? Это значит, что они где-то продолжают быть прописаны и государство по смете продолжает финансировать медицинские учреждения, к которым эти люди все приписаны. Но на самом деле их там нет. И у нас же еще возникает вопрос, связанный с тем, что строятся новые дома, допустим, в любом городе. И государство считает, раз мы построили дома, там должна быть поликлиника, больница, детский сад и так далее. Логично, да. Инфраструктура. Инфраструктура. И начинает... Но у нас точно так же много, особенно в Москве, есть инвестиционных квартир. То есть дома построены, а это стоят пустые. Поэтому, безусловно, государство, как владелец, сможет сократить свои расходы вот эти вот по смете. Ну, давайте, скажем так, оптимизировать их. Совершенно верно. И тогда из этого кармана избыточные средства, оно может переложить в карман ОМС. И тогда тариф ОМС станет более наполненным, он станет более адекватным к рыночной цене. Алексей, вот такой вопрос у меня возник. А сейчас, если мы говорим о несоответствии порой, да, количеству приписанных и реально пользующихся этой услугой. Вот эти деньги, которые, тем не менее, финансируются, они где оказываются в результате? Они оказываются. Они оказываются, смотрите, они, если человек не пришел в поликлинику и не обратился, то деньги из фонда ОМС, то есть по тарифу ОМС, они никуда не пошли, они остались в фонде ОМС. Но, поскольку человек приписан к медицинскому учреждению, оно финансируется, как будто там человек лечится. Медицинское учреждение финансируется, да? Ну, потому что оно рассчитано, что к нему придет вот это количество. Ну, в этом случае медицинское учреждение, как себя чувствует? Хорошо. Оно заинтересовано, да? Но это государственное медицинское учреждение. Государственное, конечно. Это не частное. Давайте я еще приведу данные, если я переведу, что вот по исследованию в ЦИОМ о возможности соплатежа, да, вот все говорят, что если пациент 100 рублей по тарифу ему оплачивается, и, допустим, 10 рублей или 20 он готов заплатить. Вот по всей России, 46 регионов, я говорил, исследования, 20% респондентов опрошенных готовы официально доплачивать заказание медицинской помощи более высококачественной, чем той, что они в настоящее время получают бесплатно в рамках ОМС. Вот. Средняя сумма, которую респонденты готовы доплачивать, составляет более 16 тысяч рублей в год. То есть это такая вот уже хорошая страховка по ДМС. То есть люди голосуют и ногами, и рублем за возможность соплатежа. При этом на легальной основе, да, если будут некие правила, основания которых это можно делать легально, понятно, и понятно, за что доплачивать, да. Вот это, мне кажется, очень важно. Да, безусловно. Ну, а если говорить о правилах, вот эти правила вновь, да, мы говорим о том, кто их может установить и, собственно, кому надо апеллировать в данном случае. Ну, вы знаете, их может установить только государство, потому что государство у нас регулятор этого рынка, и мы апеллируем государству, мы делаем предложения, в том числе по соплатежу для того, чтобы, это поправки в законодательство, да, потому что без них это невозможно осуществить. Ну, еще вот важный момент, Алексей говорил, что государство финансирует по смете, там, ремонт, строительство, содержание организации. Закупка медоборудования. Если возникает новый, допустим, микрорайон строится, там вот должна быть поликлиника, все понимают, что она нужна. В государстве есть некая развилка. Первый вариант, взять бюджетные деньги и построить там объект. Или второй вариант, объявить конкурс на, как бы, на инвестиции в это и привлечь частного инвестора, да, ну, так называемый проект государства частного партнерства. Допустим, государство дает землю, государство дает здание, а инвестор там ремонтирует и обязуется выполнять определенный объем помощи в рамках, вот, государственного задания, в рамках ОМС, то есть бесплатно. Ну, какую-то часть, допустим, платная или какие-то другие варианты. Вот это, мне кажется, отличный способ, вот, мое мнение, что ни рубля не надо вкладывать в правительство Москвы или там других регионов, если есть такой инвестор, да. Надо сто раз, как бы, подумать, прежде чем тратить деньги налогоплательщикам на то, что, в принципе, можно сделать и за счет инвестора. А есть прецеденты такие, что частный инвестор вот под это дело подписывается? Ну, вы знаете, пока еще нет. Пока нет. В Москве первый проект государственного партнерства. А, ну, это 63-я больница. 63-я больница, сейчас я знаю, еще одна готовится. Но, мне кажется, здесь надо немножко шире подходить, не только брать проекты там в несколько миллиардов, да, что, конечно, не для всех инвесторов подъемно, но и, как бы, более мелкие объекты. Вот, и здесь, мне кажется, очень важен вопрос репутации тех инвесторов, которые выходят на рынок, потому что это социальная область. Конечно. Да, и здесь надо вот это делать во взаимодействии с саморегулируемыми организациями, с общественными организациями. Как бы, только вот, может быть, при их даже поручительстве во многом. Чтобы, как бы, услуга была качественной оказанной. Ну, поручительство тоже такая, да, тема-то острая. Вы знаете, когда вот у нас строится там микрорайон, туда приходят, смотрите, продовольственные магазины, туда приходят химчистки и так далее, и так далее, это там аптеки и все прочее. То есть, просто должны быть при этом городостроительном плане, в генплане этого микрорайона, запланированные места, где должны быть медицинские учреждения. Потому что, и тогда, конечно, частные туда пойдут, потому что, ну, а как это, это деньги, это способ заработать, безусловно, что что-то кривить душу, это бизнес. Другое дело, что, поскольку государство готово платить вот немного за лечение, хотя я должен сказать, кстати говоря, вот отвлекаюсь, если посмотреть тарифы обязательного медицинского страхования, то они очень разные. То есть, если вы приходите на прием к врачу, то по тарифу там буквально в сущие копейки. И это, безусловно, не покрывает вообще никаких затрат. Если же смотреть на тарифы высокотехнологической медицинской помощи, то они уже очень близки, ну, по крайней мере, они сопоставимы, и по ним многие... А зачастую выше. А зачастую выше. Государственные, да? Нет, нет, нет. Это тарифы высококвалифицированной. То есть, это то, что государство готово оплачивать. И то, что сейчас будет включено в тариф обязательного медицинского страхования. То есть, вот по тарифам... То есть, государство платит уже сейчас больше, чем это стоит за деньги. Чем участников, понимаете? Но при этом государство продолжает финансировать свои медучреждения, да? То есть, у вас получается, что вот в этой цене высокотехнологичной медпомощи не заложена капитальная составляющая. То есть, затраты на капитальные вложения. А участников, они уже там заложены в такой же цене. Насколько разная эффективность. Спасибо огромное, уважаемые гости. К сожалению, времени у нас маловато. Я благодарю вас за то, что вы нашли время. Я еще раз представлю. Александр Грот и Алексей Серебряный были сегодня в студии Сухого Остатка. Мы говорили о частной, ну и о государственной медицине тоже. Спасибо за внимание. Всего хорошего.